Добрый день, дорогие друзья! Сегодня будем говорить вот о чем. Праздник музыки скоро пройдет в Самаре, но не только об этом затронем нашу беседу. Конечно же, очень много интересных проектов впереди, очень много интересных мероприятий. И все это организовывают, собственно говоря, наши сегодняшние гости. Давайте вам представлю их. У нас сегодня в гостях Альянс Францесс Самара в лице Тибо Аюн, директор. Здравствуйте! Bonjour! И Юлия Гореева, координатор культурных проектов Альянс Францесс Самара. Здравствуйте, Юлия! Первое, что хочется спросить, собственно говоря, Альянс Францесс, что скрывается под этим красивым названием? Что же это такое? Альянс Францесс Самара – это культурно-лингвистическая самарская региональная общественная организация, которая работает в Самаре и занимается проведением культурных мероприятий, а также распространением информации о французском языке и преподавании французского языка. Эта организация существует с 2001 года в Самаре. Но она является частью культурным сообществом в 19-е веке. И Альянс Францесс входят в большую мировую сеть, которая вообще существует с конца 19 века. В мире находится около тысячи Альянс Францесс, а в России их 12. И вот нашими основными направлениями деятельности являются организация культурных мероприятий, ну и также обучение французскому языку в любой форме. Это могут быть и занятия по французскому языку, курсы, например, сейчас проходит интенсивный курс французского языка, это также лингвистические лагеря, везде в таких формах можно выучить французский язык. Я Тибо не понимаю, но слушаю с удовольствием, потому что французский язык мне кажется очень красивый, когда-нибудь, возможно, где-нибудь и придется все-таки его выучить, потому что действительно очень красивый. Я думаю, наши телезрители тоже с наслаждением слушают, даже те, кто не понимает, если французский, но с наслаждением слушают вас, потому что он действительно как песня. Ну и если просто... Звучание музыки французского языка для вас уже недостаточно. Мы хотели бы сказать, что в Альянс Францесс могут изучать французский язык люди разных возрастов, в том числе дети, начиная с шести месяцев, потому что мы проводим эти занятия в игровой форме, проводим их для взрослых, для детей, для разных уровней, и можно присоединиться в течение года или заниматься, например, летом, когда проходит период отпусков. Кроме изучения французского языка, что еще несет? Вы же все-таки культурная общественная организация. То есть, в Альянс Францесс организовывает культуры, чтобы приближать культуры французского языка к России. И наоборот, потому что мы работаем также над тем, чтобы налаживать взаимосвязи, культурные связи между нашими странами. И культурные мероприятия, которые мы проводим, часто проводятся с участием французских артистов, которые приезжают к нам в Самару, для того, чтобы рассказать о себе и показать французскую культуру. И когда к нам приезжают французские артисты, мы стараемся организовать программу мероприятий таким образом, чтобы это был не простой спектакль или выступление музыкальной группы, но это была возможность также для обмена, для взаимодействия, чтобы русская публика, российская публика могла задать вопросы, узнать больше о французской культуре и наоборот, чтобы организовался вот такой обмен знаниями и опытом. Из приближающего, грядущего, что ждет? Какие такие вот основные знаковые мероприятия, которые вскоре ожидают Самару? Итак, в этом событии, которые ближе к нам в Самару, это сегодня. Сегодня, например, Альянс Французская предложит франко-allemand, который позволит вам представить как русская и английская культура в городе. Культурная программа Альянс Французская очень насыщенная, и вот уже завтра, 20 июня, будет проходить франко-немецкий сити-квест, который построен на основе вопросов, которые касаются истории Франции, Германии, в соотношении с культурой города Самары. И поэтому этот квест позволит всем участникам узнать больше о нашем городе. И это мероприятие абсолютно бесплатное, поэтому мы приглашаем всех завтра в 11 часов в сквере Высоцкого. Если вы хотите узнать больше о нашем городе, то приходите, мы будем очень рады. Опередили меня. Как раз хотела спросить, как же попасть, возможно, на мероприятие? Необходимка отрегистрация дополнительная сегодня можно или как-то свободно? Желательно зарегистрироваться. Сегодня до 17 часов еще есть совсем немного времени. Нужно позвонить по телефону в Альянс Французская, либо написать на электронную почту. Все наши координаты укажены на нашем сайте. Хорошо. Только лишь люди, которые обладают знаниями в французском и немецком языке, могут принять участие в этом квесте? Либо как-то можно позвонить? Нет, нет. Не нужно знать специально и иметь глубокие знания французского или немецкого языка, потому что это игра открытая для всех. Но, конечно, эти знания приветствуются. И организация будет проходить таким образом, что люди будут разделяться на команды, в которых обязательно один-два человека будут говорить либо на французском, либо на немецком языке. Поэтому для всех дороги открыты. Слушайте, на самом деле, вам спасибо, потому что квесты, квесты, игры – это действительно такой уникальный вид экскурсий, познания своего любимого города. Да и вообще просто времяпрепровождение, потому что квесты действительно захватили, мне кажется, мир, и это очень интересно. Спасибо большое, что вы как-то так в этой сфере тоже двигаетесь. У нас есть вопросы для наших телезрителей. Ну, коли уж мы сегодня, сейчас поговорим еще о празднике музыки, который состоится совсем скоро, вопрос мой тоже связан с музыкой, музыкальной. К какой группе инструментов относится контрабас? 202-11-22. Отвечайте на этот вопрос, получите два билета на спектакль «Красное вино Победы», который состоится в Самарской площади. Сможете отправиться со своим любимым человеком, со своей подругой, другом, если ответите на наш вопрос. 202-11-22. Да, кстати, вот вижу, у нас сидят музыканты, которые, собственно говоря, примут участие в празднике музыки, но и вы увидите их во втором блоке, они наверняка знают ответ на этот вопрос, уже тянут руки, хотят, поэтому, если хотите, опередите их, так что звоните нам, 202-11-22. Что ж, праздник музыки. Когда вообще, насколько масштабный будет этот праздник, и как пришла идея организовать в Самаре такое? Праздник музыки в Франции существует уже на протяжении многих лет, начиная с 1982 года. И в Самаре, это уже четвертый год этот проект принимает? А в Самаре, праздник проводится уже в четвертый раз. И идея праздника музыки состоит в том, чтобы организовать некий обмен в различных своих аспектах понимания. То есть, чтобы предложить музыканты, группы, различных стилей, бесплатно, и, если возможно, на улице, для того, чтобы кто-то иметь доступ. В празднике музыки будут принимать музыканты музыканты абсолютно разных стилей, и все это будет проходить на открытом воздухе, и будет открыто для широкого публика. И почему я говорю о том, что праздник музыки и основной идеей является обмен? Это потому, что к его участию приглашаются группы абсолютно разных направлений, и те направления, которые обычно не сталкиваются на одной сцене, музыканты разных групп, на этой сцене они столкнутся, потому что будут абсолютно разные стили. У нас есть звонок от нашего телезрителя, 202-11-22, телефон нашего прямого эфира. Задавали вопрос, в какой группе инструментов относится контрабас, и кто же к нам дозвонился? Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Евгения. Евгения, очень приятно. Евгения, вы, наверное, увлекаетесь музыкой, если так быстро совершили звонок, и так быстро хотите дать ответ на этот вопрос? Да, есть такой. Есть. А на чем играете? На скрипке. На скрипке, как интересно. Много, долго вообще играете? Долго, да. Отлично. Наверняка справитесь с вопросом, к какой же группе инструментов относится контрабас? К трубам, тучковым инструментам. Ну, это действительно так. Самый низкий по звучанию инструмент из этой группы. Я права, либо это не та информация, что самая низкая? Да? Хорошо. Я вас поздравляю, два билета на спектакль «Красное вино Победы» достаются именно вам. Есть уже тот счастливчик, кого обрадуете, подарите второй билет? Есть, конечно, да. Спасибо. Привет, передаем ему, ей. Давайте передадим. Передаем. Ну, давайте передадим. Привет моему мужу Льву. Отлично, замечательно. Что ж, вам желаю всего хорошего и, конечно же, прекрасного вечера, прекрасных выходных, которые близятся уже совсем-совсем скоро. Спасибо вам за звонок. Что ж, праздник музыки. Ну, мы уже поняли, действительно, пройдет он масштабно. Правда, это что какие-то такие традиции, которые есть во Франции, которые есть именно во Франции, праздник музыку, переключевали в Самару? Либо это два разных мероприятия каких-то, просто сама идея. Ну, это все. Это же, конечно, одна идея. Да, со всей страны. Это, конечно, к соединой, с настройки-то ваше франции. На Фере, в Франция, это есть уже порядка 30 лет. И это есть несколько подобных городов, которые сопоставляют в России, поэтому приходят несколько двумежек, которые в Москве занимаются во многом городе. В этом году мы можем установить традицию. Если в следующем году, потому что в этом году есть полностью, что институты или группы в музыке интересуются в том, чтобы поделиться, открыть их мест, или играть с нами, они могут поделиться с Французской Французской в году 2016. Концепт праздника музыки в России и в Франции, это один и тот же концепт, но отличие лишь состоит в том, что во Франции, праздник музыки, это мероприятие, которое существует уже более 30 лет, и поэтому это уже создавшаяся традиция. И в этот день, в день праздника музыки, во всем городе звучит музыка, то есть множество организаций участвует в проведении этого мероприятия, и это, собственно, является также нашей целью, потому что у нас праздник музыки проходит 4 года, и мы очень бы хотели, чтобы другие учебные заведения, какие-то другие организации, с которыми мы еще не работали, подключились к этому празднику музыки для того, чтобы и у нас тоже в будущем музыка звучала по всему городу. чтобы Самара звучала громко и красиво, правильно? Хорошо, что же, я знаю то, что у вас планируется еще очень много, много проектов, предлагаю поговорить чуть-чуть попозже, а сначала такой вопрос, ну, немножко забавно, что заставило вас сегодня улыбнуться? Что? Кто-то быть может? Ночерьмо, что всё навсегда этом я решила, чтобы эмо kimchi и условия Я чувствую себя хорошо в Самаре, и это меня делает смириться. Я думала, что это что-то агрессивное. Что же меня заставило сегодня улыбнуться? А улыбнуться меня заставило то, что, заходя сегодня в это здание, я понял, что уже прошел целый год с того момента, когда мы приходили сюда, в эту студию, в прошлом году. И время проходит быстро, и поскольку я не заметила, что это время так быстро прошло, значит, наверное, я себя хорошо чувствую в этом городе, в Самаре, и все хорошо. Замечательно. Юля, что вас заставило улыбнуться? Сегодня. Так, очень неожиданный вопрос. Сегодня меня заставило улыбнуться то, что погода сегодня гораздо более благосклонна к нам, к людям, потому что очень жарко на улице. Я сегодня открыла шторы, увидела, что солнца сегодня яркого нет, и я подумала, какое облегчение, сегодня не будет жуткой жары. Слушайте, ну, многих, наоборот, улыбает солнце. Вас, наоборот, улыбнула некая такая пасмурность, да? Когда его слишком много, уже думаешь о том, что, может быть, какое-то облачко все-таки скроет солнце, которое так сильно печет. Ну, я считаю, что вообще поводов для улыбок должно быть как можно больше, и действительно нужно их искать. Наши телезрители, кстати, и наши жители города ищут повод для улыбки во всем. Давайте посмотрим, что же заставило улыбнуться сегодня жители нашего города. Улыбнуться, ну, я вообще часто улыбаюсь. По каким-то определенным причинам? Нет, не по определенным причинам. Никаких определенных причин. Нет, ну, просто я не вижу веских поводов для грусти. Сестра. Встреча с сестрой. Все. Вообще часто в жизни бывают моменты, которые заставляют улыбаться? Да, много. Это брат, сестра, мама, разные мелочи. Моя сестра тоже, потому что меня родственники мои постоянно заставляют улыбаться, особенно моя сестра. Она вообще самый родной человек для меня. Ну, вот, во-первых, вы. Во-вторых, ну, какие-то такие положительные эмоции бывают каждый день. И только белые и черные полосы, ежедневные. Утро. Хорошая погода, солнышко. Ну, и дальше по списку. А какие поводы для улыбок находите вообще? Всякие. Внуки. Ну, хорошая погода, приятные сообщения. Что-то красивое вокруг себя. Настроение хорошее. А вообще улыбка помогает жизни? Всегда надо улыбаться. По жизни помогает. Ну, какие поводы? Ну, как у детей дела. Работать я уже не работаю. Хорошая погода, солнечная. И счастливые моменты в жизни. А вообще часто улыбаетесь? Да. Очень я счастливый человек всегда улыбаюсь, стараюсь не густеть. Что ж, ну, я надеюсь, то, что вас заставляет улыбаться наш сегодняшний эфир. Смотрите внимательно, потому что скоро ожидается второй розыгрыш призов. Разыграем мы опять билеты на спектакль «Фэн-шуй» чуть-чуть попозже. Так что будет для вас повод посмотреть на нас внимательнее, послушать нас. Что ж, знаю то, что у вас очень много еще планируется мероприятий. Какие мероприятия в ближайшем будущем запланированы и уже ждете? Так, для этого года, еще две эфиры будут идти. На 4 июня, у нас будет представление, по-другому, у нас будет работа на спектакль «Фэн-шуй» с компанией «Скрим», которая будет подготовлена с корреграфом францейсом. И у нас будет возможность, чтобы спектакль, чтобы общаться с корреграфом францейсом, если он будет интересен. И также, на 14 июня, конечно, мы будем в Кафе «Фэн-шуй» предложить фильм францейсом и анимации людских и музыкальных. В ближайшее время нас также ожидают еще два мероприятия. Первое – это предпоказ спектакля, который будет поставлен с театром танца «Скрим» в Самаре под руководством французского хореографа. Предпоказ состоится уже 4 июля. Эта информация появится на нашем сайте по времени предпоказа. И будет возможность не только посмотреть на небольшой набросок постановки, но и также поговорить с французским хореографом и поговорить об идее спектакля. И второе мероприятие – это, конечно же, 14 июля, французский национальный праздник, на который мы также всех приглашаем. Это будет 14 июля на площадке открытого кинотеатра «Филин» на набережной около Ладзи. Ну и лето заканчивается, я имею в виду не сейчас, сейчас лето в самом разгаре. Когда лето закончится, что-то будет ожидать наших жителей города? То есть, собственно, для... Как сказать... Для суток, мы хотим предложить суток французский. Justестно, все люди счастливы после vacances. То есть, для предложения каких-то счастливых, мы хотим предложить все программы французского 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 между сентября и сентября. И поскольку, все-таки, конечно, всегда возвращаться с каникул очень грустно, мы решили, что осенью нужно предложить какое-то развлечение для жителей города. И это будет большой фестиваль, который будет проходить с сентября до ноября, который будет называться «Французская осень». В программу войдут такие мероприятия, как концерт классической музыки в театре опера и балет, и будет также выступать французский органист в филармонии. В Самару также приедут авторы и писатели, с которыми можно будет встретиться, задать вопросы. Будет также подведен итог большому конкурсу, который мы проводим в этом году, конкурс экологических проектов, в рамках которого нужно провести эко-акцию и снять ее на камеру, то есть сделать небольшой сюжет. И также приедет нам сюда артист, который будет делать из того, что он найдет буквально вокруг себя интересный арт-объект. Я так понимаю, что мероприятия планируются действительно грандиозные. Необходимо собраться перед этим мероприятием и еще раз нашим телезрителям напомнить. Договорились? Хорошо. А пока приглашаем, собственно говоря, на праздник музыки. 23 июня состоится, правильно понимаю? Это 23 июня. Вот, так что, феста музыки, это 23 июня. Это 18 часов до 20 часов в центре коммерческого опера на улице Ленинградская. Это полностью бесплатно. Большое время будет анонсироваться. Вы все же приветствовали. Да, и, конечно, мы всех приглашаем на праздник музыки, который пройдет 23 июня. Начнется он в 18 часов на улице Ленинградская, около торгового центра опера. Погода ожидается хорошая, и мы всех приглашаем. Это абсолютно бесплатно. Насладиться различными стилями музыки. Что ж, ну а что же будет, что же ожидает зрителей на празднике музыки, мы узнаем буквально через несколько минут, потому что у нас, собственно говоря, участники этого замечательного праздника будут в эфире. Смотрим сюжет и возвращаемся в студию. Разные руссконародные, эстрадные. Все люблю. А есть любимая песня? Ой, их очень много. Песни Аллы Пугачевой. Ой. Игоря Крутого, Ирины Аллегровой. Очень много песен любимых, поэтому не могу сказать конкретно какая. Их много. Никакие, наверное. Ну, не знаю, мы слушаем обычно зарубежную музыку, поэтому... Какое направление? Ну, более клубное, наверное, Дип Хаус. Я не знаю, может, знаком кому-нибудь. Ну, вообще, я петь не очень люблю, хоть и училась в музыкальной школе. Ну, не знаю, это, наверное, обычные наши русские исполнительницы, типа Нюши. Вот такие вот. То есть современная эстрада, да? Да. Я где-то, наверное, с лет 15 сам начал писать песни, и исполняю песни только собственное сочинение. А так ДДТ, наверное, Шучука. А авторские песни какого формата? Авторские песни формата как раз в стиле ДДТ, вот такой вообще-то русский рок. Честно говоря, в наших компаниях редко поют. А так это тоже все индивидуально, это под настроение, это, ну, от многого тоже зависит. То есть нет какой-то универсальной, что так же все садились и пели бы какую-то песню. Нет, это всегда спонтанно, это всегда импровизация. В принципе, я говорю, я занимаюсь рэп-музыкой, вот, я нереческий рэп делаю. А если в компании дружеской, мы в основном исполняем дворовые песни. Под гитару? Под гитару, да. Унастроенный язык неплохо иметь. Сейчас, вон, и в возрасте люди, компьютером обладают, и все. Все-таки это самоусовершенство начинается. Нет, я думаю, что это неплохо. Да, необходимо. В наше такое перспективное будущее необходимо знать несколько языков. Сам пока не владею, но на будущее думаю. Конечно, да, обязательно. Я английский учу сама. Мне английский нравится, испанский еще хотел бы учить, и французский. А зачем такая необходимость возникает? Почему? Ну, и чтобы развиваться, не только вот русский, и потом на заграницу, если поехать, то везде практически английский, чтобы можно было пообщаться. Ну, конечно, в нашем веке без иностранного быть. Молодежь должна, и желательно, вообще несколько языков в школе изучать. А сами каким-нибудь языком владеете? Извините, нет. Не училась в английской школе в свое время. Я пенсионерка, в то время не училась. Я думаю, что какой-то минимальный объем знаний необходим. Сейчас очень многие ездят на курорты, не только российские. И помимо того, что не стоит показывать себя со стороны незнания, все-таки лучше и для своего развития, и для общения в незнакомой стране знать хотя бы здравствуйте, и как пройти туда-то. И для воизбежания всяких разных неприятных ситуаций тоже, я думаю, желательно. Ну, я считаю, что да, надо учить, если так. А ситуации бывают разные. То есть, ну, в нашем городе можно встретить как бы иностранцев и также им помочь. Но я сам, к сожалению, не владею, но как бы был бы рад бы научиться. Вообще, как бы по-хорошему, да, необходимо знать, развивать себя, языки, чтобы не только вот там на русском, а поехал, допустим, за границу, да. Мало же кто общается с тобой на твоем родном языке. По-хорошему, да, английский выучить было бы неплохо. Начинаем. ПО-хорошему, да, английский выучить было бы неплохо. ПО-хорошему, да, английский выучить было бы неплохо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ансамбль все-таки? На самом деле джаз он очень разнообразный и сам по себе И поэтому как бы одним каким-то словом не охарактеризуешь На самом деле музыку мы играем очень разнообразно Пытаемся разные стили затронуть и найти что-то свое Артем, ну расскажите, пожалуйста, вообще как собрались? Откуда вы, как познакомились друг с другом? Познакомились ли на каких-то концертах? Либо наоборот познакомились и начали играть? Это забавная история, на самом деле я в ансамбле всего год Я, наверное, самый молодой участник ансамбля Но знаю, что ребята вообще начинали этот ансамбль в студии движения Давайте тогда, хорошо, Дмитрий Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как объединились? Почему Артем-то у вас? Ладно, Дмитрий, я понимаю, как это в каком-то признаку определились? В общем-то, на самом деле ансамбль у нас как бы учебный То есть мы учимся в заведении И как-то вот собрались, познакомились Какие-то есть у нас общие интересы И мы начали вместе со временем играть музыку, которая нам нравится Как давно? В 2013 году, наверное, официально мы собрались Как бы нас утвердили, потому что мы до этого просто сами по своей инициативе играли Вот, и первое наше выступление было в 2014 году Мы поехали на фестиваль в Уфу Вот, и там, в принципе, нас неплохо оценили И с тех пор мы вот как-то так загорелись этой идеей Играть не только как бы в студии Не только как выполнять программу Ту, которую нам задают Но еще и участвовать вот в разных мероприятиях городских В том числе в празднике музыки Как раз праздник музыки Как вообще узнали, как произошло так, что вы будете выступать? Вас позвали, вы сами напросились Ну, в хорошем смысле этого слова У праздника музыки есть определенные сроки подачи заявки И, в принципе, информация доступна в интернете Мы увидели ее и решили поучаствовать Подали заявку, заполненную анкету И с нами связались Отлично Нам перезвонили Вообще, лично я, например, узнал о таком мероприятии Четыре года назад То есть как раз на первом Ну, я имею в виду праздник музыки Это был первый праздник музыки Шикарно В целом, я тогда очень сильно увлекался губной гармошкой, блюзом И шел слушать блюзовую команду Lighthouse Но там случилась какая-то небольшая неразбериха В плане охраны общественного порядка на Ленинградке Это, в принципе, наверное, не новость Затем, три года назад На следующем празднике я уже выступал в составе блюзовой команды В которой играл на губной гармошке А затем я перестал заниматься губной гармошкой Пересел на трубу И очередной праздник музыки И тогда, кажется, они устраивали некую коллаборацию вместе С гастролирующим фестивалем Музэнерго И привозили много интересных европейских И не только европейских джазменов И не только джазменов Им можно было послушать Набраться какого-то опыта Впечатление интересное получить И вот грядущий праздник музыки На котором мне выпала часть немножко поиграть, возможно Отлично, замечательно, хорошая история Что ж, у нас остается не так много времени Но у нас еще есть неразыгранный билет Билет на спектакль Фэншу Или руководство для любовницы моего мужа Который состоится в Самарской площади Вопрос звучит так Ну, связан и с музыкой Связан и с иностранными языками Как переводится на русский язык Название Аллегра 202-11-22 Звоните, переводите Быть может, вы и так уже все знаете Быть может, у вас есть музыкальное образование Ну, или, к примеру, хореографическое Потому что это слово в хореографии Тоже уместно, тоже применяется А напоминаю, остается время не так уж и много Так что поспешите, пожалуйста Что ж, ну, я думаю, что что-нибудь можете сыграть нам еще Потому что, ну, музыканты, на то и музыканты Чтобы радоваться своим творчеством Радоваться своими композициями Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо вам большое, что были у нас сегодня в студии! Ну, группа «Зебра», ансамбль «Зебра», Который порадует вас совсем скоро на празднике музыки Который, собственно говоря, состоится 23 июня На улице Ленинградская Поэтому приходите все, пойте, наслаждайтесь музыкальным, замечательным творчеством, ребят, множество будет групп, множество стилей, множество направлений, я думаю, каждый найдет что-то свое Вам спасибо большое, а вам, дорогие телезрители, конечно, желаю прекрасных выходных и универсальный формат, говорить вам до свидания до понедельника! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!